Здравствуйте, мои дорогие зрители. Там приветствует канал Астасия. Когда не помогли. С детьми, застроим материалы вместе. Еще зачем-нибудь. Палец в лесе, дождь. Везет, нам табло покажет. Так что у нас на табло, скорее, скорее, 14 метров в секунду, 3. Градусы плюсов. Ну так-то ничего, 14-то всего. За запчастями на трактор. Здесь у нас картофельные хранилища. Там комбайны картофельные стоят. Число у нас... Так, там у нас мельница, приемка молока. Число у нас сегодня 8. 8 ноября. Год 2019. Там, с той стороны, развалилки. После трагеджа, мы еще не понимаем. Настоится проистать. Следующие запасные части. Только мы еще израильцентра не выехали. Погода, конечно, хорошая. Сломался у нас бендикс. Я вообще не понимаю, что это. Но знающие люди говорят, что это жопа. Здесь установка. Это уже камень. Каменями. Автомагазин. Если купить масло на свитке. Заодно замерили масло в коробке. Что-то случилось с коробкой. Машина ездить не хочет. Пустим. Обороты набирает. Скорость не набирает. Не работает. Не работает. Что у нас не работает? Скорость у нас четвертая. На четвертую не переключается. В общем. Так вот магазин. Здесь все колеса. Там внутри тоже есть. Я тут редко хожу. Я после времени сижу в магазине. Сделала в этой магазине. Видно, нет? Нет. Сейчас с той стороны покажу. Это запчасти. Это запчасти. В четвертой магазине. А сейчас мы стоим на заправке. Сейчас я покажу. Так. Вот заправка. Вот такие цены на бензин. В отличие от всех остальных заправок. Непонятно, от чего такие цены здесь. Но заправляется мало народу. Вот сейчас две машины стоят. Даже странно. Сейчас посмотрим, сколько еще подъедет. Вообще у нас Роснефть. Заправка, на которой мы всегда заправляемся. Там 92-й, 41-40. ДТ-46-10, что ли. А здесь вот такая разница. Ну, разные ходят слухи по поводу таких вот заправок. Есть еще в Барнаул. По дороге в Барнаул. Наподобие заправки с дешевым бензином. Слухи ходят разные. Кто-то говорит, что... Автосервис. Автосервис. Машина по телу не едет. Скоростейка звучит плохо. Решили посмотреть. Там самое главное. Нам еще столько, все надо объехать. Самое главное успеть до вечера, пока темнеет. Это такое ощущение, что коровы поперлись опять на свалку, на вернадку. Еще и колесо пробило. Что-то вообще сегодня шикарная поездка. Магазин номер 6. Он же первый. Мы немножко покатались по городу и вернулись сюда обратно. Поехали в Автосервис, чтобы смазать коробку. По пути в Автосервис мы прокололи колесо. Колесо мы в Автосервисе поменяли. Доклеили. А коробку не посмотрели. Решили просто долить масло. Потому что сейчас коробка заработала и более-менее обнулили компьютер. И вроде третья скорость начала включаться. А то у нас даже третья не пропала. Ну все. Сейчас пойдем обратно начинать. Мы все принимаем. Энергетики. Здесь в этом зале. Подключение света. Нам надо участвовать. Мы все сейчас включим. Мы ездили сюда. Мы ездили сюда не верить сильно назад. Вот некоторые документы, чтобы мы не было собрать. И все доехали. Находится это здание. На въезде в город. Мы ездили и вернулись. Сейчас Сережа входит. Мы поедем обратно. Мы не конец города. И запчасти. Мы ездили. Что-то. Разошли там. Напротив там тоже. Мы тут заявку сделали на электричество. Через полгода. Приделось. Убедавление. Ну и что-то там. Самое главное мы сделали. Полчаса я потелила в машине. Измайла. Но одно дело мы сделали. Мы подали заявку. Нам к новому дому. Будет включать электричество. Это остановка. Чего-то нам надо. И там дальше. Вон город центр. Много чего есть. Но бендиксов и поршней на доильный аппарат нет. Не мало. Не мало. Наконец-то купили то, что хотели купить на той неделе. Я довольна и счастлива. Что мы купили, я подскажу в следующем видео. Я как раз вам все подготавливала под это дело. Угу, маль. Только серверский человек может смутиться от того, что он прямо уехал. Так, время уже 5-й час. Надо еще столько магазинов. Надо уже к дому ближе. Едем дальше. Сейчас только мужики наговорят. Одиннадцать. За... Зато сделано пока. Я продолжаю. Радоваться. Что вы теперь миром надо? Для себя. Я. Новый жилет. Вы с ним. Подводим. А что вы делаете? Можете писать в комментариях. Подводите, кого мы купили. Каменский ЗАГС. Кстати, сегодня пятница. Вроде как свадьба по пятнице. Или уже поздно. Вообще как-то темновато. Уже... Смеркается. По-моему, домой пора уже. Ехать. А мы тут еще болтаемся. Смерка. Двенадцать. Тупоги выбираем. Рабочие. Как не можем на чем-то остановиться. Купили. Идут и шеи. Ну пока разберем. Что? Не? Не видно. Пока дома покажу. Покажу дома. Дамой пора. Погромеем. Что-то надо купить. Чтобы не улетала. Какой нам топор? Минута зайти. Мм? Этого. Да, если идти поэтого, то бери. Вот этот маленький. Нет? Дамой-то на его. Ну просто цена-то. 200-250 рублей разница. Нет. Если бы они нам были нужны для чего-то там сильно серьезного. Ну да. А для сильно серьезного у нас есть кого-то. А? Скоба. А, скоба еще надо на них. Лен, ты целую упаковку. Ох, какие красивые. Шайки. Лейки. Ох, для Мани все как-то так, какая. Так, наверное, домой. Потому что уже темно. Потому что... Потому что коровы на свалке могут быть. Я могу не забирать. Мы смешили девушку-продавца. Я с этим топориком хожу. Она говорит, мне понравилось, как вот этим топором, поэтому в магазин ходите. А еще я Серегу потеряла. Еще его подпеку с этим топором хожу. Она говорит, идет с топором, спрашивает, где он. Так, Маша, топором. Маша, топором, Маша. Все, домой. На заправку. На заправку тышь. А куда еще? Ну, нет, Марина, не пойдем. Нам нужно было в аптеку где-то процентр купить. Но... Я не знаю. Нет, все равно мы завтра никуда не пойдем, в любом случае. Сегодня обещает большой дождь. Возгоняй, выкру. Сегодня обещает большой дождь. А потом обещает сразу минус шесть. То есть завтра, наверное, мы будем не выездные, мы будем совсем... А если это транзичить, воза транзичит? Да, я для брод. Да, тебе мы купили, я не показала, потому что... Ну так, дорога, дорога, нет, тебе мы купили сапоги зимние, дутые. Мне за 700 рублей, Сереге за 900 рублей. Вы такие... Что просто? Ну не надо в рублях уж, чтобы я перебиваю. Ну как я и с тобой? Мы такие счастливые, довольные, мы наконец-то купили себе зимнюю область. На этом, наверное, трансляцию я заканчиваю, потому что уже темнеет, уже ничего не видно, поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Всем до свидания. Взятки лайк. Как вы думаете, что мы забыли пить? Хлеба. Дома хлеба нету совсем ни грамма. Хорошо, что еще не выехали, потому что у нас почему-то по дороге нету ни одного магазина. А наш магазин, пока мы приедем, уже закроется, скорее всего, а если не закроется, то хлеба там все равно не будет. Это как-то милейный вставай. Что может быть? Вот поэтому поздравил Серегу в магазин взятки хлеба. Вот теперь точно до свидания. Если на заправке не поздоровались, еще. Подписывайтесь, ставьте лайки, какие-то там колокольчики. Я так не знаю, что это такое. Зажимайте. И посмотрим, что это. До свидания. Слева довольная, едем домой. Так, я люблю, когда тожди. Когда нету не знающих правил на дороге. Я тоже люблю. Все, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.